Лекция на тему действия командующего при... ...командующего операцией. Как только вам поступает информация о теракте или похищении, вы должны уведомить об этом состав. Каждый сотрудник специального отряда обязан взять комплект оружия, бронежилет, шит и набор объектов. Собрать весь свой состав, находящийся рядом с офисом в гараже. Если количество сотрудников МЮ слишком мало, разрешается привлечь сотрудников Академии. После уточнения места ЧАЭС главнокомандующий обязан указать всему МЮ место сбора. Выдвинуться на место сбора всего МЮ. По прибытию на место сбора вникнуть в курс дела. После получения информации от ФБР распределить роли между ПД и выбором грамотного переговорщика. Отправиться со всем МЮ на место ЧАЭС. Отдать приказ об отцеплении места ЧАЭС. После отцепления территории распределить бойцов по периметру. Вывести граждан из отцепления. После установки связи с террористами выясните информацию о заложниках. Если заложников нет, разрешается незамедлительный штурм, но если они есть, штурм нужно более тщательно продумать, дабы не навредить гражданским. Устранить террористов и освободить гражданским. Передать раненых сотрудникам ДЗ. Департамент здравоохранения. Когда сотрудники ФБР соберут всевозможные улики снять оцепление, вопросы есть по лекции какие-либо? Нет. Лекция на этом окончена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!